Пульс города 88 лет. Дата серьезная. Сегодня сотрудники МВД города Кандалакши принимали поздравления. До 1 сентября остаются считанные дни. Сегодня сотрудники Управления образования проверили готовность к новому учебному году пятую школу. В Кандалакши стартует самая экстремальная гонка за полярия. Кто примет участие в Арктик Трофи в этом году? Всего несколько дней каникул осталось в запасе у кандалакшских школьников. 1 сентября ребята вновь вернутся за парты, а кто-то в этом году пойдет в школу впервые. Готовы ли учебные учреждения принять своих учеников? Подробности далее. Работа комиссии по приему школ уже завершена. Сегодня состоялась последняя проверка, в рамках которой специалисты администрации посетили пятую общеобразовательную школу, где не только был произведен текущий косметический ремонт, но и отреставрирован актовый зал. По предписанию Госпожарнадзора здесь необходимо было заменить светильники, но вместе с освещением решили обновить и потолок. Дальше больше. В итоге сделали полный ремонт зала и даже пол теперь сияет свежим паркетом. Всего на ремонт актового зала было выделено 850 тысяч рублей. Мы очень давно мечтали о таком ремонте, в трудное финансовое время, но у нас администрация и управление образованием помогло. И теперь у нас красивый актовый зал. В нашей школе еще занимаются дети из школы искусства, поэтому это дает возможность воплощать идеи общие и ребятам, которые в музыкальной школе, и в нашей школе. Ну а оценить новый актовый зал уже 1 сентября смогут ученики 1 и 9 классов, а также их родители. Именно здесь в День знаний пройдет торжественная линейка. Два года назад здесь же, в пятой школе, также был сделан глобальный ремонт пищеблока. Так что ежедневно школьников обеспечивает горячими завтраками и обедами целый штат поваров. И к встрече к новому учебному году здесь уже тоже все готово. В целом можно сказать, что все общеобразовательные школы готовы к новому учебному году. Ремонтные работы завершаются полностью. Из больших ремонтных работ, конечно, в этом году повезло школе номер 5, школе номер 15 населенного пункта Нивский и школе номер 6 поселка Зеленоборский больше, чем другим образовательным учреждениям, потому что у них были целевые субсидии. В других общеобразовательных школах силами самих учебных учреждений также выполнены все необходимые косметические работы. Так что к приему учеников уже все готово. Всего за партой в этом году сядут 4670 ребят, а впервые перешагнут порог школы 500 первоклассников. До нового учебного года остается все меньше времени. Накануне 1 сентября специалисты Миноборнауки Мурманской области проведут прямую телефонную линию. Прямая телефонная линия откроется 28 августа и будет работать с 10 до 17 часов. Обратиться к специалистам регионального министерства образования родители шкалеров смогут по телефонам в Мурманске 44 63 77 и 44 24 40. Прямая телефонная линия будет посвящена вопросам, связанным с подготовкой и началом учебного года, организации образовательного процесса в детских садах, школах, профессиональных образовательных организациях. Кандалакшская дистанция пути информирует, что на автодороге Пенозеро-Полярные Зори в районе 15-го километра в связи с ремонтом железной дороги с 10 часов утра 3 сентября и до 10 часов утра 5 сентября проезд автомобильного транспорта через переезд будет закрыт. С 1927 года 27 августа в нашем городе отмечается день рождения Кандалакшской милиции. В честь этого события сегодня состоялось торжественное собрание сотрудников МВД. Конечно, с церемонией награждения особо отличившихся. 88 лет – дата серьезная, и свою историю сотрудники МВД не забывают. Все самые ценные экземпляры, связанные с ней, бережно хранятся в Общественном музее истории Кандалакшской милиции, который был открыт в 1985 году при отделе внутренних дел. Но самые яркие страницы в историю, конечно, вписывают люди. И именно тех, кто, несмотря ни на что, выполнял свой долг, в особенности в военное время и был безоговорочно верен своей профессии, никогда не будут забыты. Ну а сегодня, в честь 88-летия Кандалакшской милиции, поздравления принимали те, кто несет свою службу прямо сейчас. И за дня в день, рискуя своей жизнью, охраняет покой и порядок на Кандалакшских улицах. Поздравить работников столь нелегкой профессии в этот день пришли и представители администрации, вручив особо отличившимся сотрудникам полиции почетные грамоты. Уже 30 августа на центральной площади нашего города будет дан старт самой экстремальной гонки за полярье Arctic Trophy 2015. Соревнования по праву носят статус международных. Бороться за призовые места традиционно приезжают экстремалы из самых разных стран. Что интересного приготовили организаторы гонки в этом году? Об этом смотрите далее. В этом году покорять Кольскую землю будут 14 автоэкипажей и 6 квадроциклов. Конечно, как и все предыдущие Arctic Trophy, Мурманская область принимает участие в гонке с большим энтузиазмом. С нетерпением ждут возможности отправиться в экстремальное путешествие команды из Мурманска, Апатитов, Кавдора и, конечно, Кандалакши. Также среди участников заявлены любители острых ощущений из Санкт-Петербурга и Москвы, Украины, Финляндии и Норвегии. Всем им предстоит преодолеть более 500 километров практически непроходимого маршрута на пути к финишу.